Рассказываю про везенка с тяжелой формой аутизма, который очень сильно портит всех живых и себе, конечно, Много непроизвольно. У него спазмы, никто ничего не может. Как бы лекарства вот ему дают, допустим, какие-то селективные, у него в контакте получается. Он еще хуже, он кричит все время. То есть дома находиться с ним тяжело. Куда-то его сдавать в интернет, но родители не хотят, потому что, ну, какой бы он ни был, они его любят все равно. Поэтому, ну, вот решили, ну, пробовали, что только не пробовали. Я не знаю, как бы всяких там докторов и нетрадиционной медицины. В общем, все возможное. Ну, вот решили масло. Гидиар, лаванга была, апельсиновое масло. Еще что-то было, я уже сейчас не помню. Ну, короче, вот комплекс. А первая какая? Гидиар. Гидиар. Которая очень хорошо влияет на вот эмоциональную сферу тоже. И, в общем, какие результаты. Ну, результат, во-первых, ему понравились масло. Он сразу начал, он с удовольствием. То есть, когда ему делают массаж с ними. Вот. Потом внутрь дают или нет, я, честно говоря, не знаю. Ну, я рекомендовала давать внутрь вот капельки. Там то, что можно. Вот. Ну, она, говорит, сразу стала лучше спать. Такой, меньше агрессии у нее стало. И вот недавно я услышала, причем, как бы они даже не связывают это с маслами. Просто слышала, муж спрашивает по телефону, а что, я слышала, что ее он стал больше говорить. Он еще не говорит почти. Ну, так, отдельные слова. Она говорит, да. Стало больше говорить. Сколько ему лет, сколько месяцев пользуется? Ну, сколько месяцев пользуется. С Нового года, да, примерно? С Нового года, примерно, пользуется. А лет ему десять уже. Десять лет. В общем, у него очень тяжелая форма. В общем, чем старшего, тем хуже. Прогрессируется. А вот сейчас такое. У него, когда он был маленький, вот до трех лет, у него было наоборот суперразвитие. Он очень рано начал стихи читать там. Единственное, что у него был тонус повышенный. Очень сильный. Они там с этим боролись. А так никаких признаков не было. Говорил, все нормально. А потом перестал говорить, да? Песни пел, да. Потом, чем старше становился, тем хуже. Вот он начал кричать. Его вообще сейчас уже никуда и не вывозят, потому что он, ну там, у него могут начаться спазмы, там он может побежать там куда-то. Ну, как бы, и уже стал большой с ним справляться хуже. Когда ему было пять лет, я его увидела, ну, близко мы отдыхали там, рядом. Ну, вот ему тогда было нужно уже тару такую проводить, потому что там опасно было. Ну, он мог как-то не привонить, там побежать. Ну, у него тогда видно было, что уже… Тогда уже в пять лет уже видно было. У него разрез начался очень резко. Вот после трех лет. Очень резко начал. Меньше говорить начал. И вот как-то не смотрел вот него. Допустим, она… Я вот помню сейчас очень хорошо, как она вот так сфотографировала. Она его заставляла. Смотри в меня. Вот так говорила. Потому что он не мог. Он не мог уже смотреть на людей. Он взгляд отводит. Такой очень. Ну, эмоции у него были всегда. Он вот, например, может обнять там ему… Ну, вот такого у него нету, что он… Эмоции… Любовь вот свою показывает. Ну, там что ему нравится есть. Вот это у него сохранилось. Ну, и… В общем, я считаю, что это хороший результат. Даже говорить стал больше. Я не говорю, что прямо вот идеально, но все-таки он… Больше стал говорить. Уже какие-то предложения, да. Либо спокойнее. Лучше сок. Вот. Пока такие… И самому нравится. Особенно апельсинчик, да? Очень нравится. Он прямо вот ждет, когда к ним придут и его там начнут мазать. Кстати, да. Ему нравится масло. Поэтому…